МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большим счастьем считалось, если в суровых условиях Крайнего Севера удавалось сохранить малыша, вырастить. В этом огромную роль сыграла немецкая люлька. Именно она облегчала жизнь младенца в тундре. О ней мы и поговорим сегодня в программе Аргиш. Это всем известная кукла Неваляшка или Ванька-Встанька. Сначала их называли кувыркунами, а пришли они к нам из Японии и появились на русских ярмарках в начале 19 века. Прототипом куклы стал буддийский монах Дарума, живший в 500-х годах нашей эры. Есть легенда, что Дарума 9 лет медитировал в пещере, после чего у него отказали руки и ноги. Но вера его была настолько сильна, что падая от усталости, он все равно вставал. Так что же общего между японской куклой, русской Неваляшкой и Нинской колыбелькой? Все они устроены по одному принципу. Центр тяжести смещен вниз и падая, эти предметы неизменно возвращаются в первоначальное положение. Эта особенность позволяет лульке плавно раскачиваться на нартах во время передвижения по тундре при переправах через многочисленные водоемы. Кроме того, она легкая и прочная. Ее удобно носить на руках, перевозить в лодке, а также можно привязать к нарке или к шесту чума. Именно в люльке малыш проводит свои первые два года жизни. Сколько бы ни было детей в Нинской семье, колыбель всегда была одна. Она переходит по наследству от одного ребенка к другому. Из поговорка «В семье, где люлька не пустует, нет места тоске и унынию». Наш поэт Алексей Печков свои детские воспоминания выразил стихами. «Я качался в легкой зыбке, словно в лодке по воде. Я весне дарил улыбки, и она дарила мне. А почему бы ребенку не улыбаться? Всегда тепло, удобно и самое главное – сухо. С помощью меха, дерева лиственницы и мха сфагнума, который, между прочим, обладает бактерицидным действием, в колыбели создается благоприятный микроклимат. А верят и знают ли жители нашего округа, то, что мух сфагнум обладает дезинфицирующими свойствами, использовался у ненцев вместо подвозников, мы узнавали у горожан. Нет, не знаю. Чего ты знакомая? Не, не знаю, я не местный. Нет. У меня дети выросли, я этого не знаю. Верно или нет, мнение жителей нашего города, мы можем узнать прямо сейчас у хранительницы народных традиций Екатерины Никитичны Бобриковой. Здравствуйте, Екатерина Никитична. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а это правда, что мух сфагнум обладает уникальными свойствами? Да, конечно, это мух давно используется не только у ненецкого народа и русского населения, которые здесь на территории нашего округа жили. Во-первых, этот сфагнум впитывает влагу. Клали специально в зимние морозы, чтобы ноги не потели и не замерзали у пастухов, которые охраняют стадо. На подошву клали этот мух сфагнум. Также мух сфагнум клали в рукавицы. Когда ловили оленей, меняли пацаны, чтобы руки не мерзли, тоже потеют руки. И клали в рукавицы. Но больше всего, конечно, использовали в люльках маленьких детей. В сфагнум впитывают влагу и кладут в люльку. Сверху кладутся полоски подшейной ворс оленя. И оно закрывает этот сфагнум, чтобы на тело ребенка оно сфагнумом не прилипало. Затем вытаскивают и мать сырой сфагнум выбрасывает. Сфагнум вообще испокон веков использовали. Во-первых, этот мох впитывает влагу. Затем в составе этого моха содержатся вещества, которые играют очистительную роль. То есть антисептика. А вот специально сфагнумом собирали, каким-то специальным методом, способом? Нет. Когда весной только солнце начинает обогревать, женщины в тундре разбрасывают этот сфагнум, он сохнет. И заготовляют иногда до шести мешков. А чем еще уникальная ненецкая люлька? Ну, у меня ненецкая люлька полностью, если только ножки подделать, это коляска. И здесь обычно обязательно используют вот три. Животик поддерживают, ножки поддерживают и ручки. Кожаные, да? Кожаные ремни. И обычно бывают украшены медными изделиями. Медные изделия, это как бы играет защитную роль. Во-первых, звук. Во-вторых, медные изделия как бы защищают от злых духов. А что еще, кроме мха от фагнума, использовали в люльке, что обогревало, защищало ребенка от холода? Потому что такие лютые морозы на севере. Это вот подкладка внутренняя, знаете, изоленья у меха. Вот это. Так, дальше сверху мех. Мех. И еще сверху здесь делали ткани или сукнок в данном случае. Во-первых, мать может с ребенком эту люльку любое место перенести. Потом внутри чума обычно делают качели. И вот эта люлька, если ребенок плачет, можно качать. Качать. Дальше. Еще самые главные особенности люльки. Вот, например, иногда бывает, что люлька упала с ребенком. Вот она упала. И обычно всегда люлька падает в таком положении. В таком положении. Значит, здесь ребенок не упадает в снег. Потому что здесь он прикреплен. А это основа. Это сёер называется. Дуга. Она делается из дерева. Видите, основа люльки из дерева. Это используют березу, сосну. Лиственницу используют еще. Вот это три дерева, которые используют. А я вот замечала, что на ненейских люльках в основном красная каемка. Ну, красная каемка всегда делается краской. Красный цвет у нас является как бы оберегом. Любой одельки вот этой. Самый красный цвет. Самый красный цвет. Это оберег как бы защищает человека. От злых духов, говорят. И от всего неприятного. Мне рассказывали такую уникальную историю, что где-то люлька даже спасла жизнь ребенку. Это было у нас на Канине. Там есть река, которую обязательно районе шойны. Чтобы переехать в другое место, надо эту реку переезжать. И есть лучшее, что переходили семья. Лодка перевернулась, перевернулась. Мать умерла. А ребенок плыл в вот таком положении. То есть деревянная, легкая. Легкая, легкая. Спасла жизнь ребенка. Так. Сначала она была в вот таком виде. Потом она боком встала. Но ребенок ведь не упал. И отец держал его часов 6 или 7. Он держал на руках, в центре вот этой реки. Ну, ему спасти, ну, ребенка-то он спас, сам-то он не сумел спастись. Спасибо большое, Екатерина Никитичевна, за познавательную беседу о комбой. Менцы говорят, что в семье, где есть маленькие дети, живет большое счастье. И родителям запрещалось говорить, при ребенке плохое. Помни, он как чистый белый снег, сколько грязи на него падет, тем бесполезнее и ни в чем не он становится. А закончить программу не хочется словами. Алексея Печкова. Детство наше не кончается. И пока малыш качается, в колыбели вверх и вниз, чье-то детство начинается, как река несется жизнь. С вами была программа Аргиш и ее ведущая Александра Фомина. До новых встреч по комбой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»